Здравствуйте, коллеги! Это полезный подкаст от журнала Главбух. Здесь мы отвечаем на профессиональные вопросы, которые вы задаете нам в наших социальных сетях и освещаем последние изменения в мире бухучета и налогов. Коллеги, привет! На связи журнал Главбух. Сегодня в подкасте мы рассмотрим тему зарплата и НДФЛ. Итак, давайте начнем. Вопрос первый. В справку о доходах к 6 НДФЛ включают только выплаты, которые облагаются налогом. Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком инвалидом не облагается НДФЛ, поэтому в справке ее не отражайте. Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Получает пособие до полутора лет. Одновременно она работает по графику на неполной рабочей неделе. Как отразить данные часы в табеле? То есть и буквой «Р» – отпуск по уходу за ребенком, и часы в одной ячейке? Поскольку сотрудник находится в отпуске и одновременно работает на условиях неполного рабочего времени, в табеле необходимо отразить оба действия. Чтобы отразить отпуск по уходу за ребенком, в коммерческих организациях используют буквенный код ОЖ или цифровой код 15. Чтобы отметить в табеле, что сотрудник работает, используют буквенный код Я или цифровой код 01. Такие обозначения применяют, когда заполняют унифицированную форму табеля. Их же можно применять, если коммерческая организация заполняет табель по самостоятельно разработанной форме. Двойные коды можно проставлять через слэш или добавить в табель дополнительную строку. Зарплата умершего сотрудника при отсутствии родственников. Что с ней делать? Если за выплатами никто не обратился, депонируйте начисленные суммы. Если наследников нет, они не имеют права наследовать, отстранены от наследства или отказались от него, эти суммы перейдут в собственность Российской Федерации. Свидетельство об этом выдает нотариус. СФР вернул пособие на погребение за умершего сотрудника организации. Какой счет и субсчет будет в 2023 году, так как ФСС уже не существует? Начисление пособия на погребение отразите по дебету счета 69, расчеты по социальному страхованию и обеспечению, или 76, расчеты с разными дебиторами и кредиторами. На любом из этих счетов откройте субсчет, например, расчеты по социальному страхованию. Счет по кредиту при начислении пособия зависит от того, кому его платят. Для сотрудников используйте счет 73, расчеты с персоналом по прочим операциям. Сторонним физлицам счет 76, расчеты с разными дебиторами и кредиторами. Выплату пособия на погребение оформите проводкой. Дебет 73, 76, кредит 50, 51. Выплачено пособие на погребение. Когда получите из социального фонда возмещение пособия, отразите операцию проводкой. Дебет 51, кредит 69. Субсчет, расчеты по социальному страхованию. Получено возмещение от СФР. Итак, это был финальный вопрос нашего подкаста. С вами был журнал «Главбух». Профессиональный бухгалтерский журнал, в котором вы найдете все, что пригодится вам в работе. Заполненные образцы отчетов, чек-листы, памятки, разъяснения чиновников и многое другое. Начните читать бесплатно уже сейчас. Оставьте заявку на сайте about.glovebuch.ru и мы откроем вам пробный доступ. Желаем вам отличного завершения рабочего дня и пока-пока. Это был подкаст от журнала «Главбух». Если у вас еще есть вопросы, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!